Первые шаги с арифометром. Учимся пользоваться арифометром. Ну или показ арифометра Вальтер. Именно того самого, который производит сейчас оружие. Там пистолеты, ножи, фонарики они делают, перцовые баллончики. Ну а с тем, что они производили когда-то бюро машины, счетную технику. Они из нас уже как-то не особо хотят. Ну, а видео я хотел сделать какой-либо показ арифометра Вальтер, либо объяснение. Ну, пускай оно будет два в одном. То есть показ, как пользоваться арифометром на примере показа арифометра Вальтер. И посмотрим для начала на сам арифометр. Он такой маленький, но тяжеловатый, поскольку все-таки металл. Элементы управления у него сейчас вот посмотрим. Ну, это у нас просто ползунки. Служат для ориентировки того, кто им пользуется. В принципе, функции они такой вот механической не имеют. Здесь у нас имеется вот шаг каретки налево и направо. То есть каждый шаг каретки это разряд десятки, единицы, сотни, тысячи и так далее. И здесь мы можем перемещать. Либо отъезд каретки совсем налево. Вот раз. Ну, при сложении, допустим. На самой каретке. Кстати, перемещать вот так вот, брать за каретку и перемещать арифометр, это не есть хорошо. Не нужно так делать. Введем какое-нибудь число и смотрим, как бы, что будет. Вот. При положении рычажка на себя у нас ничего не происходит. А когда мы что-то сбрасываем, то каретка отъезжает налево. Ну, это у нас при сложении, в частности. Потом на самой каретке имеется ползунок налево и направо. Когда ползунок посередине, то у нас сбрасывается вся каретка. А когда ползунок налево или направо, то, соответственно, оставляется левая или правая часть. Ну, вот, например, введем четыре. Здесь переместим налево. Зафиксируем. так. Опс. Что я делаю? Переместим налево. Когда у нас удаляется левая сторона, а если мы перевести направо, то удаляется правая сторона, а левая сторона осталась бы здесь. Ну, что, допустим, при делении требуется. Здесь у нас то, что можно было бы назвать клавиатурой. Ну, если рассматривать арифометр и фацит, например, Однар. Ну, Однар, да, тоже были такие. Они все-таки атипичные. У них нет вот этих ползунков. Все заключено в корпус самого прибора и не надо здесь ничего... Там только на кнопочки нажимать. А здесь немного посложнее будет, да. И, пожалуй... Вот. Удалим. Так. Почему? Потому что здесь вот должна же быть... Ну, как? Сброс автоматически. Ну, мне так думается. Но, возможно, его и нет. Потому что все вроде функции его понятны. Ну, и здесь у нас счетчик... Направление вращения, так сказать. Счетчик оборотов. Здесь у нас числа, а здесь у нас счетчик оборотов. То есть мы крутим ручку. Вот. И у нас показывает, сколько раз мы прокрутили ручку, сколько раз мы ввели вот это число. Покрутим в другую сторону. Не идет ничего. Ну, звоночек нужно. Вот. Который, собственно, и ассоциируется с арифометром. Ну, все в целом понятно. Сброс, счетчик оборотов. Он, кстати, показывает, в какую сторону мы крутим либо положительное, либо отрицательное. Ну, я ставлю это в положение нейтрально. И потом, когда мы плюсуем или минусуем, то счетчик... Этот указатель переставляется сам. И по часовой стрелке это плюс, против часовой стрелки минус. Если мы, допустим, не введем в клавиатуре никакое число, то сколько угодно можем крутить, только счетчик оборотов будет показываться. А здесь у нас не будет никакое число. И попробуем. Начнем, пожалуй, со сложения. 58465 пускай будет. Мы его вводим. И первым делом сначала что? Вводим в каретку. И указатель, как мы видим, перешел в положение плюс. Вот у нас 58465. Удалить. И 4824 мы хотим к этому прибавить. Поэтому вводим число по часовой стрелке. Делаем действие плюс. И получили здесь результат. Также мы сколько угодно можем. Ну, так. Пускай будет 2835 умноженное на 2. То есть плюс, плюс, плюс. Потом 2835 умножить на 2. Это мы просто вводим 2835 и раз-два приплюсовали. Получили сумму. Ну, также из этого можно, конечно, и вычесть что-нибудь. 2516. Ну, и это мы делаем. Пока у нас не останется, допустим, 7411. И по вот этому звоночку мы, собственно, увидели косвенно, как выполняется деление. Но посмотрим, пожалуй, на умножение. Введем, ну, 123 классический самый пример. 123 в квадрате. То есть 123 умножить на 123 будет 15129. Для этого вводим раз-два-три, 123 здесь и каретка в самом левом положении. И здесь мы можем, собственно, умножать. То есть вводить число, сколько хотим. Но нам нужно, если и квадрат сделать, то переходим сначала в единицы трижды. Потом меняем разряд. Переходим в десятки. 20 это у нас два десятка. Следовательно, перешли в десятки и раз-два. Сотни. Одна сотня мы видим. Вот. Здесь для проверки в счетчике оборотов видим 123. На 123 равно 15129. Мы получили. Но можно еще ради интересу сделать 1234 в квадрате. И делаем это, ну, представьте, в принципе, как оно делается. И если без объяснений, то попробуйте вот на этом примере сами догадаться. Ну и получаем такой результат. Умножить одно на другое. Получаем вот такое произведение, так сказать. И я, пожалуй, запишу это сейчас, потому что мы сейчас попробуем деление. Так. 152 27-56 Все сбрасываем и переводим каретку вот не в такое, а в такое все-таки, чтобы у нас самое левое число вставлялось, опять же, в самую левую позицию нашего числового регистра. Вот. 152 27-56 Это у нас будет 1522 756 Ну, вводим это число. 152 27 56 Один раз по часовой это мы плюсанули. Ну, здесь мы переводим ползунок вот этот, но не фиксируем. То есть переводим, он там остается стоять и потом мы просто сбрасываем и получаем здесь все нули. И 152 27-56 у нас как бы ввелось. И введем в наше раз, два, три, четыре вот 1234 Вот здесь у нас ничего и теперь будем минусовать. То есть мы слышали звоночек. Когда звоночек прозвучал, то это значит, что этот оборот был лишний и нужно вернуть назад. Переходим. Двух раз достаточно. Третий раз звоним в звоночек. Поэтому значит, что это слишком лишнее было так, лишнее было это действие и нужно повернуть назад. Переходим, значит. То есть звоночек прозвенел, это значит, что уже мы с этим зарядом закончили. Теперь дальше. И еще. Вот для этого и нужен звоночек. И здесь мы видим, что у нас осталось все по нулям. Здесь результат. Ну, он со второй цифры. Это 1234 1, 2, 3, 4, короче говоря. Ну и так мы решили наш пример. Попробуем деление с остатком какое-нибудь. Ну, 100 разделить на 3, допустим. 1, 3, 3, 3, 3, 3, и там бесконечно. И введем ну вот так вот у нас. Так, 100 разделить на 3 3 и так Нет, 100 вот и да, именно 100 разделить на 3 это у нас 300 был. Делаем наш пример. Так. Упс. Так. Ну, я слишком быстро тут покрутил ручку. Ну, и вот у нас все тройки пошли, что, собственно, и есть результат нашего примера. Везде все. Ну, да. Итак, мы делим с остатком. Причем, что происходило здесь, вы, в принципе, увидели квадраты, ну, квадрат умножения, в принципе, я сказал, но корень это как-нибудь, может, потом как-нибудь сниму, потому что мне тоже вспоминать нужно на данный момент время давно уже не был, не был зарегнут. Ну, и вот, пожалуй, на том все, наверное.